В преддверии новогодних праздников председатель законодательного собрания Владимир Киселев встретился с лидерами ведущих общественных организаций области. Такие беседы за чашкой чая давно стали доброй традицией. В этот раз обсудить со спикером облпарламента текущие дела, поделиться новостями и наметить перспективы на будущее собралось около полусотни общественников. Среди них как ветераны, так и новички. Алексей Сорокин, председатель правления Совета отцов Владимирской области, на подобной встрече второй раз. Да и сама возглавляемая им общественная организация сравнительно молодая. То есть вот сейчас у меня есть один вопрос, я его в принципе написал, да, он такой один, но вроде такой глобальный, да. То есть осуществление общественного контроля за работой государственных учреждений, это касается абсолютно всех учреждений, в которых государство посчитало нужным создать общественные советы. С конкретными мыслями, предложениями и идеями пришло большинство участников. Так, Любовь Кац, представляющая Ассоциацию родителей детей-инвалидов Свет, предлагает скорректировать действующий региональный закон о вознаграждении опекунов недееспособных граждан. В свое время этот документ разрабатывался при участии ее и коллег. Директор библиотеки для детей и молодежи и член областной общественной палаты Татьяна Сдобникова обратила внимание на проблемы формирования фондов сельских библиотек и предложила подумать над созданием региональной программы в поддержку чтения. Общественные организации выходят с законодательными инициативами. Идей достаточно много и многие из этих идей становятся сначала законодательными инициативами, а потом и региональными, а иногда и федеральными законами. Общественники отметили, что подобный диалог помогает лучше понимать друг друга. Чтобы действительно понимать основные сложности всего нашего общества, которое существует, становится действительно понятно, что везде происходит. Мы не друг другу задаем вопрос. Мы задаем вопросы и предложения законодательному собранию, но тем самым мы взаимодействуем друг с другом.